Здравствуйте, я очень рада быть сегодня на этом мероприятии. Меня зовут Анна Дмитриевна Батурина, но как у нас в психологии принято, мы общаемся как бы по имени, потому что это удобно, и поэтому можно, задавая вопросы, называть меня Анна. Я психолог, психотерапевт, то есть у меня психологическое образование, и я читаю курс общей психологии в Институте психоанализа в Москве. Также я сейчас соискатель, закончила аспирантуру и пишу диссертацию на тему, вот как раз, которую я сегодня представляю, на тему внутренней мотивации. И поэтому для меня эта тема весьма и весьма актуальна. Также я провожу консультации, то есть я практикующий психолог, и как бы отрабатываю на практике все, так сказать, конструкты, которые потом, соответственно, подгоняю в теории. Эта профессия для меня очень интересна, и я занимаюсь этим уже достаточно давно, и предполагаю развиваться дальше. Итак, сегодня мы с вами приступаем к теме, которую я приготовила для вас, которая называется внутренняя мотивация. И рассматриваю я ее сегодня как личностный конструкт, как личностный конструкт. То есть это то, что помогает нам в нашей жизни. То есть любые явления, любые конструкты теоретические, они как бы изобретаются и придумываются не просто так, не для того, чтобы потом как бы отчитаться или получить за это какую-то степень, хотя и так тоже бывает. Но на самом деле любой теоретический конструкт, он для чего-то, для практики, для того, чтобы потом мы могли применить это в жизни. Также происходит и с этим конструктом. Это конструкт внутренней мотивации, который придуман, описан и передает, это есть попытка передать, некое состояние, состояние человека, состояние личности, которое необходимо ему для чего? Для достижения каких-то целей. То есть чистый практически такой момент. Все мы живем и каждый день сталкиваемся с тем, что у нас есть какие-то желания, какие-то потребности, мы что-то хотим сделать, и у нас либо получается, либо не получается. Получается, замечательно, мы двигаемся дальше, но часто бывает так, что не получается по каким-то причинам. Ну и тогда начинаем задумываться, что, собственно, происходит, и как бы мне сделать так, чтобы у меня получилось то, что я задумываю. И в этом смысле как раз вот этот конструкт, он и дает некие определенно общие какие-то способы и возможности немного глубже понять, как все-таки быть и как поступать с нашими желаниями, если мы что-то хотим сделать, а у нас почему-то не получается. Хорошо. Как я вижу, раз вы сюда сегодня пришли, значит, вас интересует эта тема. Я правильно понимаю? Ага. Хорошо. Тогда я бы хотела узнать все-таки про возрастной состав. Ну, собственно, эта тема, она вне возраста, это просто как бы интересно, кто сегодня присутствует. Поднимите, пожалуйста, руки до 20 лет. Есть кто-нибудь присутствующий? Ага. Прекрасно. Так. Хорошо. Спасибо. До 35, скажем так. Ага. Такой активный, зрелый возраст. Свыше 35. Есть люди? Прекрасно. Смотрите, у нас получается сегодня как-то очень, даже гармонично, да, серединочка превалирует немножко, но, в принципе, достаточно много разновозрастных представителей. Это значит и доказывает, опять же, что эта тема интересна. И она, опять же, вне возрастная, она вне гендерная, то есть неважно, мужчины, женщины, для всех это чисто человеческое, для всех это интересно. Согласны со мной? Итак, я попрошу вам, вас, каждый, со своего места, совершенно в произвольной форме, просто сказать свое имя. Меня, например, зовут Анна, а вас? Прекрасно. Вот эта половина, она какая-то была очень активная, а вот эта половина пока как-то не очень активная. Хорошо, я бы хотела послушать вас, ну, немного, не всех, конечно, а, может быть, кто-то хочет сказать, чем лично его интересует данная тема. Хотя бы в двух словах. Да, конечно. Замечательно. Очень приятно, как вас зовут? Наталья, очень приятно. Коллега, приятно очень. Да, это замечательно. Еще кто хочет сказать? А? Ну, для меня это тема интересна, потому что я часто подпишу проблему, что не могу начать что-то делать. Сказалось, что распланировано, но начать сложно. Угу, угу, начать. Да, да, ага. Хорошо, спасибо. Так. У меня растут умочки и мотивация, вот это что надо в это время. Одно четыре, но, кстати, меньше, меньше, это надо, чтобы мы все-таки осуществляли. Ага, как вас зовут? Вера. Вера, очень приятно. Вера, то есть для вас как бы сегодняшняя тема интересна тем, что вы хотели бы для себя какие-то знания приобрести в этой области, чтобы потом передавать как бы поколению, да? То есть некий такой образовательный для вас. Ага, ага, момент. Хорошо, спасибо. Да? Я ответил. Ага. Для меня это какой-то пришел узнать, может быть, способ внутренней самоподертики когда активы не исходят и, допустим, когда идей по-нечего-то заканчивается. Ага. Когда, в общем, внутренний этот ресурс приходит к концу. Вот. То есть что надо сделать для того, чтобы не остановиться, а продолжать больше двигаться и при этом наращивать темпы. Ага, ну так, это не слабенько, да? Наращивать, наращивать, да? Двигаться. Хорошо, спасибо. Еще кто-то, ну, последний еще, заключительный кто-то еще хочет сказать? Да. Ну, по-настоящему, наверное, хотя бы не на что, просто найти свои цели. Просто найти себя очень поселен, вот понять, то есть поверить в себя, наверное, вот это вот важно. И начать двигаться. Начать двигаться. Да. Да, хорошо, спасибо. Итак, я услышала, что, в принципе, как бы, ну, каждый, вот из, по крайней мере, выступающих определял для себя нужность и важность данной темы. Да, и я услышала о том, что как начать, да, вот, как найти, в принципе, то, что начать, да, потому что что начинать, если непонятно, чего начинать, да, и дальше как продвигаться, да, то есть если ты уже начал, уже понимаешь, движешься, но потом силы на исходе, что дальше делать, да, как не забросить и там не уйти в другое совершенно направление. Вот. Все совершенно, как бы, актуально, все совершенно жизненно, все то, о чем вы говорите, оно для меня тоже близко, и я тоже сама лично и в своей жизни, и в профессиональной сталкивалась именно с этими проблемами. Итак, ну, начнем. Начнем с того, что место внутренней мотивации, ну, просто где она находится для того, чтобы, ну, как-то, как-то понимать точки отсчета, да, это всегда очень важно. Значит, это раздел психологии, как наряду с другими разделами знаний, там, физика, математика, история и так далее. В этом разделе психологии, которая занимается и теоретическими исследованиями, и практическими уже внедрением этих исследований в практику. Значит, вот в области психологии существует много разных психологий. То есть существует большая-большая дифференциация, и на сегодняшний день даже еще как бы увеличивается количество этих психологий. Ну, например, психология развития, психология высшей нервной деятельности, психология этническая о расовых различиях, психология культуры, психология искусства и так далее. Нужно много-много перечислять. Вот общая психология как предмет, она как бы обобщает все эти психологии и создает некие общие теории, для чего проводятся исследования, интегрирует знания, уже полученные в этих исследованиях, в разные науки. И, соответственно, на практике это все отрабатывается. И, как вы знаете, я думаю, что все сталкивались с тем, что, да, существует теория, но всегда самая большая проблема, как применить ее на практике. Потому что, хопа, на карте одно, приезжаешь, а по месту совершенно другое. И достаточно много сложностей. Мы с вами попробуем сегодня в этом немножко поразбираться. Итак, в этом предмете общая психология, она изучает психические явления. То есть предмет вообще-то изучения – это психика, человеческая психика. Она изучается. Что в этой психике изучается? Психические явления, которые определяют психику, как то мышление, внимание, воображение и так далее. Далее – психические процессы. У нас есть процессы, все их знаете, все осуществляете в своей жизни. Познавательные процессы, когда мы что-то познаем, и мы должны… Это же не точка, как бы вот остановились и все. Это всегда процессы. Эмоциональные процессы и волевые процессы. И третий раздел – это личность. Личность. Что в личности изучается? Это черты личности, темперамент, характер, опять же, внимание, способности и мотивация. Это как раз вот дальше следующая точка – мотивация. И в мотивации принято различать мотивация внутренняя и мотивация внешняя. Как вопрос к залу. Что для вас мотивация? Вернее, как вы ее определяете для себя? Вообще, что такое мотивация? Кто-то что-то нас заставляет делать. Ага, еще какие? Мысли на этот счет? Ну, для каждого свое. Это я с вами точно соглашусь, потому что иначе быть и не может. Правильно? Потому что есть я, есть другие. И как бы мы… Я – это субъективное представление, а вот то, что существует вокруг, есть какой-то объективный мир. И есть человек, который все через себя пропускает, познает и по-другому быть не может. Прекрасно. Кто-то еще может сказать, что такое мотивация? Ну, это мысль. Какая мысль? Любая. Мотивация – это мысль. Желание – что-то делать. Ага, хорошо. Желание – что-то делать. Ага, замечательно. Ну, как бы определение… Что еще? Можно что-то делать. Причина. Да, причина. Побуждение. Да, из-за чего? Что меня побуждает? Да, почему вдруг я захотела этим заниматься? Да, если говорить о каком-то таком общем определении, то мотивация – это процесс. Некий, опять же, процесс. То есть это не конечная точка. Это всегда то, что имеет начало, развитие и какое-то завершение. Это процесс. Что же это за процесс? Это процесс формирования наших каких-то потребностей для того, чтобы совершить какое-то действие. Вот. И в этом процессе, как всегда, процесс у нас всегда делится на какие-то кусочки. То есть вы определили, что вы хотите. То есть я хочу. Далее необходимо понять, собственно говоря, а какие средства и какие способы для того, чтобы это я хочу дальше продвигать. И когда вы определили способы и средства, то уже вы можете совершать или не совершать какое-то действие. вот как бы такой процесс, да, такие стадии он включает. Ну, например, вчера, когда был семинар у нас, один молодой человек сказал, я хочу кофе. Вот мы там писали, да, что я хочу. Я хочу кофе. Вот это его желание. Простое человеческое желание. Я хочу кофе. Дальше. Какой следующий этап? Какие средства имеются для того, чтобы попить кофе? Какие средства? Ну, стоял чайник на столе, да, это как средство. Там, возможно, там где-то еще существует кофеварка какая-то, что-то еще, в общем, какой-то предмет, чтобы этот кофе, в принципе, сделать. Либо, либо, как бы, турочка, да, на плите для того, чтобы сделать этот кофе. И способы. Способы. А что же я должен сделать-то для этого? Какими способами я повладею? Ну, первое, что я должен встать. Да, я должен встать, пойти, там, поставить турочку на огонь. Либо я должен встать, пойти и налить там откуда-то этот кофе. То есть я должен что-то проделать. И дальше следующий уже, следующая мысль. А надо мне это. Опять же, мы приходим к тому, что, да, любое желание, в конце концов, мы вначале все сказали, я хочу, да. Но когда мы это все проделали в уме, ничего себе, это нужно вставать, это нужно идти, а надо мне, а не надо. Решаем мы и, соответственно, и, как бы, остаемся дальше без кофе, да. Либо мы все-таки решаем, надо, идем, встаем, делаем и получаем. Вот, как бы, такой простой механизм. Ну, если говорить, другой пример провести, такой тоже простой, я хочу быть Наполеоном, тогда какие у тебя средства есть для этого? А для этого у меня есть необходимое образование, понимание, там, я много чего умею, знаю, хочу. А что же, собственно говоря, мне поможет? Какими способами я смогу стать Наполеоном? Ну, как минимум я должен, значит, ту армию, да, которая у меня есть, куда-то повезти, да, и начать какую-то войну, и там завоевывать, идти, дальше двигаться. Вот. Таким образом, вот целый процесс, который у нас разворачивается от желания до, как бы, способа или возможности его выполнения. И, собственно говоря, не всегда, когда мы совершаем какое-то действие, да, вот мы что-то захотели, мы совершаем, а потом, как я говорила про кофе, а надо мне, а потом почему-то то ли мы не радуемся, то ли мы не понимаем, от чего, собственно, столько телодвижений предпринимал, а на выходе что? Почему-то меня это не радует. Такое тоже бывает. И сейчас мы будем смотреть, почему такое бывает, почему идут такие расчарования зачастую. Хорошо. Вот этот значок, этот значок, я думаю, что... Вы знаете, да, что это за значок? Ага, ага, ну да, ну да, вот коллега знает точно, да, да. Ну, это значок психологии, да, как бы обозначение такое, ну, и оно означает три единства. Душа, тело и разум. Или кто-то, вот на задней парте молодой человек уже сказал про мысль, значит, у него пойдет разум, тело и только, наверное, потом душа. Возможно. В таком порядке? Понятно. Но, тем не менее, это три единства. Вот если чего-то нет, это уже как бы неполно. И все больше и больше психология идет к тому, чтобы изучать целостно человека. Потому что недостаточно изучать, допустим, ум, разум, да, мысль. Недостаточно. Потому что человек рождается в теле, и, собственно, никуда у нас своего тела деться не может. Как бы мы не хотели, до тех пор, пока не появится там некий искусственный интеллект, который будет обходиться без тела. Но на сегодняшний момент, вот все вы сидите, у каждого из вас есть тело. Я предлагаю вас даже вот потрогать себя, да, потому что, как бы, когда мы говорим о теле, это одно дело. А когда вот даже вот, вот, вот даже дотронулся до себя, это уже ощущение, да, вот мы уже себя по-другому ощущаем. Ага. Вот кто-то даже потрогал, да, себя или другого? Да. Вот тело – это то, что нам дано для того, чтобы жить. И, соответственно, все знают, что ребенок рождается совсем вот тут никакой. Маленький, ничего не умеет. И потом в процессе жизни он совершенствуется. Но совершенствуется где, не где-то там, а в своем теле. То есть его тело растет, навыки приобретаются какие-то, что-то меняется, он чему-то учится. И, соответственно, вот так вот он движется по жизни. Хорошо, пожалуйста, можно? Я прикрою дверь, если вы держите. А то что-то как-то очень мешает. Итак, у нас в психологии существует, у нас, это я так отождествляюсь, да, в психологии, существует направление. Направление, то есть любая, как бы, проблема, которую изучает психология, она может, одна и та же проблема, изучаться в разных направлениях. Одно из первых возникших направлений, это психоаналитическое направление. И основатель, все знают, кто? Зигмунд Фрейд. Да, да, все знают. А что сразу по ассоциации у вас возникает? Что? Психоанализм. А еще что по ассоциации? Фрейд? Инстинкты. Инстинкты еще? Сознание. Подсознание. Я и оно. Так. Ага. Точно. Да, есть такая, да, 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 да. У нас в институте психоанализа висит, так, чтобы психологи тоже смотрели и тоже иной раз не искали того, чего нет. Иногда, да, сигара – это просто сигара, это да. Еще какие-то есть ассоциации? Что? Неприличные? Понятно. Это почему же? Не, не то, чтобы неприличные. Это как бы букву «с», да? Секс, конечно, да, это прям сразу возникает, да, потому что это, как Фрейд считал основные инстинкты, да, это правда, агрессия и секс, так действительно он и считал. Хорошо, а картиночка у нас, вот как-то я такую картиночку выбрала, да. Зигмунд Фрейд работал, психиатром был, он работал с больными людьми, да, то есть он работал не со здоровыми, да, с больными людьми, соответственно, он изучал их, и что он пытался? Он пытался привести их, ну, в определенную норму, да, то есть сделать их более здоровыми. На эту тему такой маленький анекдот про Наполеона. Ну что же, доктор, ну что же это такое, ну как же так, лечили, лечили. И это вы называете лечением? Я был Наполеоном, а стал никем. Что это такое, зачем мне это нужно? Вот. И Фрейд первый, первый заговорил о том, что есть подсознание, да, что не все процессы, не все мысли, не все действия люди осознают. То есть мы что-то делаем и думаем, что мы понимаем, знаем, что мы делаем. А потом, если с этим разбираться, да, побольше, то получается, что основным мотивом, оказывается, явилось что-то, лежащее за пределами сознания. И, собственно, психоанализ и другие направления, но в большей степени психоанализ, он работает над тем, как из подсознания, все то, что движет в нашем поведении в итоге, да, как это сделать осознанным, перевести на язык сознания. И тогда, когда это было что-то непонятное, что-то черное, и когда мы переводим на язык сознания, ага, так это вот это, это вот об этом. И становится, во-первых, не так страшно, а во-вторых, с этим уже что-то можно делать. Вот эти механизмы он рассматривает в своем психоанализе. Хорошо. Следующую картинку. Вот бихевиорально-когнитивное направление. Да, оно возникает, в принципе, если психоанализ где-то в 1910 году возник, то бихевиорально-когнитивное, там поначалу они разделялись, потом они соединялись, в общем, целый-целый процесс, где-то приблизительно в эти же года возник. И смысл бихевиорально-когнитивного направления заключается в том, что человек – это тот организм, который можно застимулировать, то есть стимул реакции. Вот такой стимул, и появится какая-то реакция. И все, ни о каких чувствах, ни о каких переживаниях речи здесь не идет. Просто стимул и реакция. Бихевиористы, Скиннер, а изначально родоначальник Павлов, который условно-безусловные рефлексы, все вы знаете, разработал теорию. Бихевиористы, они, собственно говоря, исходят из той своей стратегии, что они работали с животными. И работая с животными, соответственно, они переносили механизмы работы с животными на людей. И, собственно говоря, у них такое основное понятие – научение. То есть если собаку можно научить, то чего же человеку-то нельзя научить. Естественно, 21 день – и привычка выработана. И, соответственно, они работали над тем, чтобы изобретать различные стимулы для того, чтобы прогнозировать определенное поведение. Когнитивное направление, оно, значит, больше говорит о том, что человек – это компьютер. Ну, это такая же машина. И если разработать какую-то программу, изучить мозг, а в Америке в прошлом или позапрошлом году была целая программа по изучению мозга, и выделены были огромнейшие деньги. В этом смысле мы, конечно, очень сильно весь остальной мир опаздывает, потому что они решили просто исследовать каждую секунду деятельности мозга, и каждый участок, и каждое движение мозга как-то завести в программу и изучить. Но, тем не менее, как бы все равно остается нечто, кроме мозга, да, остается еще все-таки и то, что мы называем душой, что это непонятно, и как бы пока, и раньше было непонятно, и древние философы не понимали, и до сих пор непонятно, что такое душа. Но, тем не менее, все вы здесь сидящие, у вас внутри что-то происходит, что-то движется, что-то такое, вот что-то такое, что, собственно, так и остается до конца непонятым. Какая энергия внутри, что это такое, никто не знает, да, пока вот как бы бьются-бьются, но пока этот вопрос так и остается белым пятном. Поэтому только приравнять человека к машине, ну, как бы не объяснишь его поведение. Какую-то часть, да, но полностью не объяснишь, естественно. Хорошо. И, соответственно, ну, вот собачка, понятно, это дрессировка, да, мозг, вот он мозг, который возвеличивается и выводится на первое место. И следующим, как бы, гуманистическое направление, оно появилось после войны Великой Отечественной, и оно совершенно исходило из других постулатов. Начальником гуманистической психологии явился Абрахам Маслоу, да, я думаю, что вы все слышали о таком персонаже. И он исходил из мысли, что человек, ну, вообще-то он начал изучать, вот он сам, у него очень успешная карьера, он пока, он очень быстро стал доктором наук, он очень достаточно быстро стал разрабатывать свою теорию самоактуализации, теорию мотивации, и он говорил, что его сподвигло. Сказал, что я общался с людьми, вот круг моего общения, и был удивлен, насколько эти люди рядом со мной, насколько они вот мотивированы, насколько они движутся вперед, и у них все получается, и они какие-то жизнерадостные всегда, они всегда какие-то очень активные, это его поразило, и он подумал, собственно говоря, если мы хотим изучить человека, почему мы должны изучать больного человека, а не здорового, а не проще ли поизучать здорового человека, тогда мы узнаем, как бы, что такое здоровый человек, какие у него конструкции, да, что движет здоровым человеком. Это была совершенно замечательная мысль, и это, собственно говоря, дало толчок и название вот этому гуманистическому направлению, и сейчас оно называется позитивное направление, я думаю, вы слышали о позитивной психологии, которая исходит из того, что человек рождается изначально, как бы, хороший, и он в течение своей жизни развивает свои потенции, да, то есть те способности, которые заложены в человеке, он их развивает. И, собственно, здесь очень такой позитивный настрой и представление человека. И это очень интересно, потому что вот они совершенно по-разному, все три направления совершенно по-разному рассматривают человека, и, в принципе, мы тоже, как бы, сталкиваемся с тем, что иногда мы больные, да, и мы ведем себя как больные люди совершенно. Иногда нам нужна какая-то там дрессировка, да, бывает, что нам надо, и мы там раз-два, день за днем что-то пытаемся научиться новую какую-то привычку у себя выработать. Вот интересно, у меня вопрос, а кто-нибудь вырабатывал когда-нибудь у себя какую-нибудь привычку? Ну, то есть вот так, чтобы вот 21... Вообще, знаете ли вы, что за 21 день она вырабатывается, да? Кто-нибудь занимался этим? Что? Да, да, да. Ну, вы пробовали, да? Получилось? Да. Отлично. Вы довольны? Нет. Это он опять еще раз доказывает. Хорошо. Я бы спросила, почему, но это, наверное, длинная-длинная история, да, сейчас мы в рамках... Если хотите, потом скажете, если будет время. Хорошо. А кто-то еще пробовал? Мне кажется, интересно. Ага, понятно. Хорошо. Да? Я, конечно, не совсем, просто про это, но с ним по-своему, что, например, я считаю, что у меня сильная ситуация. Если я что-то задумала, мне нужен 20 минут, и я не говорю, это стал. То есть я об этом помню, я в программу поговорила, и за сколько раз я буду выполнять. То есть настолько сильный массив, что если я возьму какой-нибудь пример моментарный, я думала, не есть там, например, у пиаса. Так будет просто. Я бы не буду действовать, если я знаю, что, особенно с кем-нибудь поговорить на это сделали, потому что это очень шикарно. Да. Ну, что я могу сказать? Я вас поздравляю. Вы одна из немногих, да, вообще-то обычно так не получается, да. И, в общем-то, я говорю, знаете, о чем? О навыке, да, вот навык, который вот уже на автомате уже, да, то есть уже не надо как-то не подстегивать себя ничем. Вот, ну, если кто-то пробовал действительно, то, правда, через 21 день действительно ты уже там и не думаешь, не подстегиваешься. Оно работает. Другое дело, сколько, это уже как бы следующий вопрос. Но, если у вас это так, то это замечательно, очень даже здорово. Хорошо. Если говорить про все-таки сравнение, да, всех этих трех направлений, то можно, например, сказать о том, что вот дважды два, если приходит больной, дважды два-пять, психоаналитик ему говорит, О, батюшка, ты болен, ну-ка быстро на кушетку, это твое вытесненное желание, и мы с тобой будем, бу-бу-бу, ты болен. А когнитивист или бихевиорист, он, значит, сразу скажет, так, дважды два, что, пять? Так, ну-ка, быстренько берет кнутик, и каждый день, так, сколько? Семь? На тебе. Сколько? Три? На тебе. Сколько? Четыре? Наградика тебе. Оп. И еще следующий день, еще награду тебе. И через какое-то время, опа, все. Чек, да, все. Как практически, да? Уже все, уже дважды два-четыре, уже даже не возникает никаких, потому что не хочется чего-то трудного и больного, да, и вспоминается о том, что ты все время стимулировался, да, ты все время вспоминаешь уже. А в гуманистическом, ну, что же, дважды два-пять, это человек совершенен, это ты так развил свои способности, что ты внес что-то новое в науку. И, как бы, вот он, совершенно разный взгляд, да, на человека. И, исходя из этих взглядов, понятно, что каждое из этих направлений, да, будет по-разному работать с человеческими проблемами, да, с теми проблемами психологическими, которые люди, приходя к психологу, пытаются решить. Хорошо. Следующий, пожалуйста. Да, вот, вы видите, представитель позитивной психологии Абрахам Маслов, и вот он, в принципе, действительно, вот, как бы был всегда улыбающийся, всегда на каком-то таком драйве. И он был очень счастлив в продолжении своей жизни, и он был очень потенциально успешен, то есть вот его теорию мотивации, которые он писал, и это действительно фундаментальное было исследование, фундаментальная теория, которую он описывал с разных сторон, и он именно внес большой вклад в психологию. И, более того, его книги написаны так популярно, таким языком, что они переиздаются, и они имеют бешеный тираж, по крайней мере, вот, из того, что я читала, это одно из самых таких популярных изданий, такой популярной научной литературы. Вот, и самое интересное, что вызывает уважение, что достойно, в принципе, охарактеризовывает его как психолога, как ученого, это то, что он дальше все 30 лет после того, как он написал эту теорию, он ее не бросил, он ее разрабатывал, и он ее усовершенствовал. И, в общем-то, там многие говорят, специалисты, что как же так, он говорил об одном, а потом он стал говорить о другом, и, ну, типа, это что вообще, как это вообще может быть? Ну, на самом деле, только так и может быть, потому что, когда ты начинаешь более полно разрабатывать какую-то проблему, то возникают еще новые-новые-новые факты, которые нельзя не учитывать, которые потом не уничтожаются, а по системному подходу, да, они учитываются. И, соответственно, как бы, они принимаются в расчет, теория расширяется, и, возможно, через какое-то время выводы становятся совершенно другими, нежели они были в начале. И это совершенно правильно, логично, и это как раз свидетельствует о развитии. Хорошо. Вот та цитата, которую вы видите, она весьма очень хорошо его Маслоу характеризует. Он очень серьезно относился к понятию самоактуализированный человек. То есть это тот человек, который имеет мотивацию что-то делать. И он сам к себе очень серьезно относился, да, то есть вот он работал, он всегда работал, он радовался этой работе. Причем у него была хорошая личная жизнь, то есть он не был только сухарь ученый, да, у него была жена, и как бы он был счастлив в браке. И требовал он того же от своих студентов, от коллег, и зачастую он подходил к студенту на первом курсе и прямо-таки требовательно спрашивал, а кем ты хочешь быть? И если студент мялся и не знал, что ответить, он просто говорил, а что ты вообще здесь делаешь? Если ты не хочешь дойти до самого верха своей профессии, то вообще о чем разговор? И он именно говорит о том, что если те способности, те потенции, которые человек получает при рождении, ты не будешь развивать, то ты никогда не будешь счастлив по-настоящему. Потому что, может быть, не очень сравнение полное, но, допустим, если у вас полный дом всего, там все есть, материальное какое-то состояние, все есть, но если этим не пользоваться, если не ездить на машине, допустим, то, понятное дело, теряется навык, и машина ржавеет. Если там не заниматься бизнесом, когда он есть у тебя, то, скорее всего, что бизнес загнется, да, то есть все равно по-любому, если там, допустим, не выстраивать личностные взаимоотношения с семьей и с детьми, то, скорее всего, семья как бы сойдет на нет, да, и у каждого поэта свои интересы, то есть получается, что обязательно необходимо то, что у тебя есть, развивать. Это была его основная мысль и основной постулат. И сам он это делал очень даже с большим удовольствием и воодушевлением. Хорошо, там какой у нас следующий кадр? Пирамида. Знаком вам пирамида? А как вы думаете, что здесь самое важное, вот в этой пирамиде? Ну, она как базис идет, да? Ага, ага, хорошо. Как базис, без которого, собственно говоря, ну, как наше тело, да, мы никуда и не двинемся. Да, я поняла вас. А еще есть какие-то мысли вообще, вот о чем здесь, о чем это вообще теория, вот что вот там, есть какие-то, может быть, кто-то знает? Ага, замечательно. Да, то есть он разделил потребности на уровни, на уровни. До него этого никто не делал, просто потребности изучались, как вот там Уолпорт, представитель тоже позитивной психологии, у него он вывел 20 основных потребностей человеческих, да, и их изучал. А Маслоу, его теория тем хороша, что он выделил вот эти уровни, которые, в общем-то, совершенно замечательно объясняют, объясняют потребности человеческие. И создают вот этот иерархический порядок, понятно, как бы становится, и совершенно вот эти 20 потребностей Уолпорта, они, конечно, есть у всех, но они не дают общего видения закона, движения не дают. Ну, есть у тебя эти 20 потребностей, и что, да, а здесь есть, опять же, вот стремление к развитию, да, и понимание, что ничто не стоит на месте, а есть движение. А кто-то еще там что-то хотел сказать? Да. Да. Как вас зовут? Анастасия. Да, вот Анастасия вот прям четко нам хорошо сейчас все рассказала, да, замечательно совершенно, правильно совершенно. Действительно, это так, он разделил потребности на самые основные, базисные, физиологические, да, потребности, действительно, еда, сон. Ну, это, и сюда же, кстати, относится заработок, да, вот материальная потребность, она сюда же относится. Действительно, если человек голоден, он не способен думать, как бы, о чем-то высоком. Хотя, знаете ли вы какие-то другие примеры? Это понятно, что каждый выбирает по-своему, мы даже вот об этом не говорим. Каждый выбирает по-своему. Да, это теория общая, и она говорит о том, что, безусловно, если я хочу есть, ну, например, пример войны, да, вот, ну, я вчера приводила этот пример. Когда была война, люди были голодные, люди были, как бы, холодные, да, и в то же время они, там, творили чудеса, да, и пять лет, как бы, да, все это продолжалось. Вот, пожалуйста, пример. Но, если мы будем говорить о сегодняшнем дне, то, ну, это как-то странно. Это как-то, если я день не ем, если я два не ем, если я три не ем, что произойдет, моя физиология будет страдать, да. Тогда нужна какая-то прям цель-цель, для чего я это делаю. Потому что, если я не, у меня нет какой-то цели, которую я придерживаюсь, то довольно-таки быстро организм просто истощится, да, и вообще пропадет интерес, ну, и человек просто ляжет и будет лежать. Значит, понятно, что физиология вначале, потом безопасность, потребность в любви, да, все мы хотим, и это такая большая потребность, чтобы мы любили, чтобы нас любили. Потребность в уважении и в общении, да, вот тоже, как бы, это такая хорошая потребность, важная. И высокая, самая высокая потребность – это самореализация и самоактуализация. Почему я отделила вот чертой? Потому что, да, действительно, Маслоу поначалу говорил, что пока не удовлетворена нижняя потребность, люди не могут думать о высоком. А затем, когда он перерабатывал, разрабатывал, он определил вот эти нижние потребности, вот до самоактуализации, саморазвития, он назвал их потребности дефицита. А верхние потребности он назвал потребности роста. Это очень принципиально поменяло понимание, потому что и дало объяснение, почему человек, допустим, поел, а через час он опять себя чувствует, там, как-то, ну, чего-то опять не хватает. Да, или купил что-то, хопа, по шоппингу прошелся, что-то купил, радость, радость была через, там, час-два, через день, а меня уже не радует. И чего тогда? Да. Актурационный уже сместился, я удовлетворил эту потребность. И так происходит со всеми потребностями, то есть я поел, я уже есть не хочу, там, понятное дело, до какого-то момента, да, все как бы достаточно здраво нужно к этому подходить. А вот эти верхние потребности, это те потребности, которые, в принципе, никогда не могут быть удовлетворены до конца. То есть развиваться можно, правильно ведь, сами знаете, да, то есть момент развития, он бесконечен. И самоактуализироваться тоже можно вообще бесконечно. До самой смерти, пока человек не умер, он может делать что-то новое в своем развитии. И это будет приносить ему удовлетворение. И мы с вами говорили о том, что человек что-то делает и недоволен через какое-то время. Тогда стоит подумать, а что же это была за такая цель, за потребность, где она лежит, эта потребность. Если она лежит вот здесь, до черты, до самореализации и самоактуализации, тогда эта потребность удовлетворилась и все. И все, и надо искать новые потребности. Но как только мы понимаем, что наша жизнь все-таки там, мы же как бы развиваемся, движемся, и мы можем вот эти наши цели как бы заводить в некую систему и понимать, чтобы мне не разочароваться, я должен понимать, что, чтобы я не сделал, во-первых, цель конечная, да, вот цель-результат, он наступил. И если я понимаю, что это все предел дальше этого, ну как бы, а куда дальше двигаться, я не придумал, я не знаю. Вот тогда наступает депрессия, апатия, скука, и человек может там лежать и вообще как бы разочароваться во всем и не знать вообще, что делать. Но когда он находит, во-первых, когда он понимает, да, что вот есть цели, которые никогда не заканчиваются, самореализация, и защитить диплом, это не просто защитить диплом, а человек будет представлять, что когда он защитит диплом, что он будет делать дальше. Дальше он пойдет работать, да, то есть появится следующая цель, когда он пойдет работать, что он будет делать дальше, и так далее, он будет развиваться. То есть у него в уме будет в понимании, в представлении, что любая цель не конечна, и достигая ее, это не значит, что все я достиг, и все, и теперь я уже сижу до конца дней, да, и грущу, ах, какой кошмар, мне нечем жить, там мне вообще страдаю. Но когда он понимает, что нет, цель достигнута, и это есть промежуточная цель для другой цели, тогда он, в принципе, находится в здравости, да, и не разочаровывается так сильно, не падает духом так сильно. И еще такой важный момент, наслаждается ли он целью, которую он достиг? Вот, пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, кто из вас радуется, когда что-то сделал? Вот сам момент радости. Ага. Нет, не все радуются, не все, вот далеко не все, вот поверьте мне, в том-то и дело. Это очень приятно, что все-таки здесь большая часть радуется, да. Молодой человек сидит с грустными такими глазами, который сказал, что я добился своей цели и остался недоволен. И вот это очень принципиальный, важный момент. Может ли человек радоваться тому, что он достиг? Если он, это же из этого исходит, если цель как цель, вот цель, мне надо ее достигнуть, и все. Я ее достиг, и все, и что дальше? И тогда никакого удовлетворения нет. И человек впадает в депрессию. А когда он знает, что цель не конечна, и второе, он знает, что нужно и необходимо себя похвалить, подумать, какой я молодец, вспомнить, что я сделал для того, чтобы достичь эту цель, как эта цель мне помогла, и порадоваться за это. Тогда у него появляется некий базис для того, чтобы двигаться дальше. И немного отдохнув, потому что достижение любой цели требует больших усилий, немного отдохнув, поразмыслив, а что же дальше, человек начинает двигаться дальше. И в этом смысле он никогда не будет настолько потерян и разбит, что там, допустим, выпрыгнуть в окно, да, или как-то вообще думать о том, что все, расчароваться навсегда, и сидеть, и только ругать мир. Потому что он будет радоваться. В любом случае, если человек, ну, как я понимаю, один, когда он, да, он научился радоваться, потому что он достигает, и он радовался. То есть ему надо дать люди, зависимо от изменений, от окружающей среды. Если, например, я достигла, там, человека, да, меня не похвалили, а я достаралась, так вот, ты сделала, но я тогда молодец, а мне никто не похвалил, даже не заметил. Вот тоже вопрос. Да. А в чем вопрос-то? Вопрос-то, что, например, есть степень, да, то есть важно ли, а не зависит от изменений окружающих вообще-то? Ну, в этом смысле, вот, тот конструкт, который мы разбираем, он именно про то, что изнутри меня. Но, да, очевидно, как бы, очевидно, есть окружение, да, вот, вы можете что-то делать, а людям это будет не нравиться. Сейчас чуть-чуть дальше мы прям про это поговорим, хорошо? Потому что там как раз про это и будет. Так, значит, дальше. Ну, это такая смешная картинка, да, про, опять же, как это, вот что внизу происходит, что вверху происходит. И самая вот потребность там выражения, это вот уже, да, вот взмахнуть, лететь там, да, в некотором смысле быть независимым там от всех, да, как бы это такая вот некое смешное видение данной, данной этой самой. Хорошо. Дальше, следующий, это позитивная психология, и это был Маслоу. Следующий, кто занимался, в общем-то, внутренней мотивацией, таким концептом, это Эдвард Дэси и Ричард Райан. Это наши, как они называются-то, современники, да, современники, которые живы и прекрасно здравствуют, порядка 50 лет им и развивают свой труд. Они принадлежат уже к когнитивно-бихевиоральному направлению, то есть они работают над научением, то есть как научить человека радоваться, да, то есть внутренне себя мотивировать. И очень много и до сих пор они проводят исследований с детьми и смотрят, каким образом можно мотивировать детей. Допустим, это уже учебная мотивация у них, тема. И они, значит, вот эта фраза, организм имеет внутренние спонтанные тенденции внутри организма. То есть они изучают организм и выяснили, у них очень много исследований, что внутри организма есть спонтанные тенденции взаимодействовать друг с другом, с окружением и развивать склонность организма быть в активном движении. Что это такое? Это означает, что организм по сути активен. Вот он рождается и он активен. Все вы знаете, как дети быстро растут. И все вы, наверное, видели, что если ребенка не останавливают на каждом шагу, он очень активен, он очень подвижен. Только в социуме, да, вот как бы, да, все-таки в социуме во многих семьях принято там, не ходи туда, не делай то, остановись, помолчи, не двигайся, там ты мешаешь, ты не так делаешь, да. И ребенок все время вынужден останавливаться, он привыкает к этому. Если этого слишком много, то потом вырастает такой очень социально удобный человек, который, ну, слушается, слушается, делает все. Это удобно для социума. Но для человека это не совсем хорошо, потому что если он забивает вот эти свои внутренние тенденции к активности, к спонтанности, то опять же он не получает удовольствия, опять же он теряет вот эту радость, то, что отличает нормального, здорового, активного человека. А внутри него есть постоянно вот эти тенденции к какому-то движению, к какой-то активности. Эти тенденции соединяются и дают возможность управлять своим организмом, развивать их и двигаться вперед. Вот, я бы хотела, чтобы сейчас мы поиграли в одну маленькую игру. И она будет, ну, совершенно такая несложная игра, просто так на себе, чтобы почувствовать, как это работает. Вы готовы? Да? А я тогда попрошу вас встать. Вот встать. И ваша задача будет, можете сумки положить, потихонечку, как-то перемещаться. Вот как-то поперемещаться, да? Да, под музыку, да? Вы просто перемещаетесь, перемещаетесь, в любом направлении двигаетесь, в любом направлении двигаетесь, в любом. Хорошо. Так. И стоп! Остановились и быстренько сорганизовались в группе, которые рядом. Вот, посмотрите, вы уже в группах. Вот сейчас мы с вами как бы на себе почувствовали те тенденции, вот в организме движется, движется, движение какое-то, движение. Хопа, что-то объединяется. Вот вас уже, что вы были одни, да, один человечек, а сейчас вас уже там три, да, где-то четыре, где-то пять, да? И когда вас пять, как вы считаете, вы сильнее? Конечно. Когда вас пять, вы можете управлять уже, как бы исследовать себя и управлять? Это, ну, как помогает вам, так легче? Да, что появляется? Уверенность. Уверенность. Точно, совершенно точно. Вот это, это про то, что какая-то сила, да, которая уже дает возможность развиваться. И тогда вы можете уже изучать внутри группы, да, себя двигать и продвигать, и куда-то дальше двигаться. Хорошо, присядьте, пожалуйста. Это такая была у нас маленькая-маленькая игра. Угу. Так, и смотрите, я даже заметила, что пошла радость, какое-то оживление, да? Вот вы просто встали, вы просто подвиглись, вы просто соединились. Хоп, когда вы соединились, это действительно какая-то уверенность пошла, да? Уже какая-то, я уже не один, да, опа, и уже разные возможности, да? И, соответственно, эти возможности можно куда-то направлять, да? Вот это то, что происходит у нас в организме, если не перекрывать, не блокировать постоянно, что, собственно говоря, делает социум. И что, так сказать, когда человек начинает изучать себя уже во взрослом возрасте и решать свои проблемы, он начинает думать, а может быть, возможно, как-то по-другому, да, чтобы не блокировать вот эту спонтанность. Это как раз и была спонтанность. То есть мы, вы не знали, что вы делаете, да, вы просто двигались, потому что мы просто соединялись. И само это уже отдавало ощущение силы и радости, самое главное. Хорошо, дальше следующий. Так вот, Дейси и Райн выяснили, что для того, чтобы была вот эта внутренняя мотивация, существует всего три психологических потребности. Ну, собственно, не так много. Первая потребность, которую они отметили, это автономия, потребность в автономии. То есть потребность в некой свободе. То есть оказалось, когда они проводили свои исследования, очень важно, чтобы ученикам, детям давали свободу выбора. Любую свободу выбора. Вплоть до, вот, задачи нужно решать, давали какие-то задачи. И школьники, которым говорили, что вы должны решать задачу вот так. Они, конечно, решали так. Но если в второй группе говорили, что у вас есть несколько вариантов решения, вот в этой группе люди уже гораздо лучше решали и гораздо интереснее им было. Потому что у них был небольшой выбор. Даже когда им предлагали записывать вариант выбора ручек, вот такая вообще какая-то, ну, совершенно ерунда, вроде бы, казалось бы, да. Люди, дети писали. И в то же время, когда они подходили, им говорили, вы можете вот этой писать, вот этой вот этой ручкой или цветом, то они чувствовали некое возбуждение радостное от того, что у них какая-то живость, какой-то выбор есть. И это очень важный момент. И я так думаю, что у каждого из вас в жизни было много таких собственных каких-то опытов, когда вы что-то хотели делать сами. Но если вам там говорили, что нужно делать только так, то ваша мотивация делать, ну, то есть вы бы, может, и сделали бы, но когда вам сказали, что нужно делать только так, сразу какое-то некое разочарование наступало и нежелание это делать. Был такой у вас? Да. Был такой у меня, что я с вами отдаю, бывает и наоборот. То есть, я говорю, что делать надо именно так, возникает другая мысль, хотя бы было бы, если бы хочется просто сделать свежие, но когда я говорю, что ты делал так, оно наоборот не уменьшается, а увеличивается. Увеличивается? Если ты хочешь взялся на переход, а у человека, чтобы делать, ага. Ну, она увеличивается, но она увеличивается с точностью-то наоборот, да? То есть, как бы, это уже немножко по... Отмороже уши на зло бабушки это называется, да? Это называется так, да. Это вот четко совершенно. Да, да, я поняла, я поняла, я поняла. Да. Доказать, да, доказать. Да, да. Но здесь мы говорим о том, что работает для всех. Если дать какой-то выбор, человек будет чувствовать себя лучше, спокойнее, увереннее, и он почувствует вот это радостное какое-то возбуждение, и это будет во многом для него о том, что его уважают, например, да, его ценят. Вы говорили про внуков-нучек. Это важный момент, да, дать вот в любом месте, в любой деятельности, в любой деятельности. Мы сегодня вот утром встали, вот моя дочь Мария, и по поводу завтрака было очень интересно, и нам, когда предложили завтрак, спросили, что вы хотите? И мы что-то в такой в ступор впали, и стали размышлять. Не знаем, что мы хотим, а чего? Ну, в общем, затормознулись сразу. И потом стали думать, а что же такое произошло? И поняли, что если бы нам сказали, а что вы хотите, яичницу, кашу там или это? Мы бы совершенно легко сделали бы этот выбор, вот совершенно легко и совершенно спокойно. Получается, что с одной стороны есть какая-то заданность, нам предлагают, то есть нас не ставят в какой-то тупик, или в какое-то состояние, когда ты не знаешь, а с чего выбирать. Но при этом есть выбор. И это обстоятельство, оно всегда как бы очень так это мотивирует. Ага, здорово, я могу выбирать, и я выбираю вот это. И я доволен, потому что я выбрал, меня не заставили. Это совершенно простая такая, ну, такая бытовая вещь. Были бы вы несчастливы от того, что вы не думали на любую работу? Ни в последний момент, когда у нас поправляются, что у меня, что-то вчера было бы, вовленья и что-то еще, а сегодня вообще ничего. А если бы каждый божий день вообще ничего? И? То есть каждый божий день у вас овсяная каша на утро. Были бы вы несчастливы? Конечно. Не-не-не, подождите, подождите. Во-первых, нет, подождите, подождите. Ну, я бы не стала ставить так вопрос, потому что, ну, на самом деле ведь это же надоест. Правда ведь, любой? Я? Если про овсяную кашу, я знаю точно, что это надоест. разумеется, подождите, это потому что, кто бы виноват, если бы не пробовали, вы бы не пробовали. Да. Если собаку каждый день, которая собака, она не сплотает удовольствие со всем. Да, конечно. Рыба тоже самое с рыбой. Если к этому кускому ходу, он не будет водовать у вас рыбу. Если наоборот, то же самое. Это все-таки то же самое, как вы говорите, 21-21 день. Если приучить так с выбором, мы будем сейчас делать выбор. Не шутенского выбора, мы будем тоже это посчитывать. Ну, значит, во-первых, я говорю о том, что я представляю вам взгляды, которые проверены теоретически, это было опробировано и выяснено теоретическим и практическим путем, что действительно дети больше мотивированы, когда у них есть выбор. Причем выбор – это очень серьезная вещь сам по себе, вот тема выбора, она, о, какая огромная. Здесь все более как бы в рамках внутренней психологии, в рамках этого концепта. Поэтому, ну, как бы, я понимаю, о чем вы говорите, и, да, возможно, я с вами согласна. Но в то же время, как бы, в данном контексте было четко доказано, что при наличии хоть какого-то выбора дети становятся более мотивированы для какой-то деятельности. Собственно, только вот это вот и все. Он сказал, подожди, спросили, что посвятило к тому, что он достиг от реквизора. Он сказал, страшнейшая диктатура. Да, я с вами, понимаете, это право каждого, да, кто-то двигается от, знаете, мотивация-то есть, движение к и движение от, да, она же тоже так различается. Мы здесь не берем, понимаете, мы здесь немножечко, сейчас вот достаточно широко и общо, я вам хотела представить, лишь некий концепт. А как мы, у каждого может быть свое мнение, и каждая тема сама по себе, она разворачивается до глубоких-глубоких таких вообще вот недр. Мы просто не сможем объять это в рамках сегодняшних. Если как бы хотите подискутировать, мы потом с вами можем про это дело еще и поговорить. Хорошо, спасибо, но я поняла, что это интересно, да, то есть интересно вообще сама вот эта вот тема, это весьма интересно. Хорошо, про выбор, про компетентность. Второй момент – это набор каких-то знаний, да, компетентность, которые необходимы для того, чтобы мы шли к своей цели. Ну, понятно, что если мы хотим, я не знаю, опять же, защитить диплом, ну, очевидно, что если мы не подготовимся по предмету, да, по-своему, у нас не будет набора навыков, допустим, там, ту же презентацию, если она нужна, ее просто нужно отработать. Да, вот это очень важный момент, который должен присутствовать, потому что мало хотеть, ну, надо еще и владеть какими-то, про что я говорила, способы и средства. Чем я владею, что у меня есть, а что мне еще нужно как бы доработать, добавить, получить, чтобы мои компетенции выросли, и тогда мое движение к цели тоже вырастет. Потому что у меня цель-то есть, я же хочу, и мне не хватало только набора этих компетенций. Это второй момент. И третий момент – это связанность с другими людьми. Вот это как раз то, о чем мы говорили, очень важно, очень важно, вот, да, вы говорили об этом, очень важно, чтобы все-таки социум, да, вот те люди, с которыми мы общаемся, ну, как-то более-менее нормально реагировали. Да, и когда мы на тренингах, на семинарах по психологии начинаем общение, то первое, о чем говорится, это о том, как давать обратную связь человеку. Да, и часто бывает, что мнение не сходится. И если давать обратную связь, там, вы не правы, вы не правы, потому что то-то, то-то. Это будет очень агрессивно, и, скорее всего, что тот человек, которому так отвечают, он будет либо обижен, либо, если он, так сказать, психопатической такой структурой, он просто начнет бодаться и как бы давить. Да, и тогда это перейдет уже совершенно в другую плоскость. И тот, кто дает эту обратную связь, он же тоже будет удивлен, а почему меня же спросили, я же ответил, ну, а что ж тут такого-то, все, в общем-то, нормально. И поэтому я всегда говорю о том, что обратная связь, ну, и, собственно, не только я, это как бы доказываю уже, обратная связь, то есть реакция, реакция среды, она должна быть какой? Она должна быть информирующей, а не оценивающей. То есть когда нам что-то не нравится, вот мне не нравится, допустим, что моя дочь там одела там черное платье, если, ну, что ты одела-то опять, то мотивация дочери, да, ее самооценка сразу упадет. А если я скажу, ты знаешь, а вот, ну, как-то вот мне бы, мне бы, я бы хотела бы, мне вот кажется, что черное платье там, может быть, не уместно сегодня, да, но, опять же, решать-то тебе, да, то есть я вроде бы свое мнение высказала, и в то же время, как бы, я не опустила, да, другого человека. Это очень важный момент. И когда обратная связь дается как информация и воспринимается как информация, то есть я могу слушать, но я-то знаю, какая у меня цель. И, допустим, та же дочь, она же знает, зачем она одела это черное платье сегодня. И тогда слова матери, ну, она услышит об этом и подумает, ну, да, ну, может быть, как бы для тебя, мама, это и неуместно, а для меня уместно. И начнет, как бы пойдет в своем черном платье и будет радоваться, да. И это совершенно нормально будет, потому что и тот, и другой высказал свое мнение. Но если относиться к этому как к информации, то есть среда, социум может говорить все, что угодно. Если я мотивирован, если я знаю, что я делаю, мне надо, и я считаю, что это правильно, я это буду делать. Я, возможно, приму к сведению, возможно, если мне покажется, что говорят что-то нужно и важное, я, возможно, приму это к сведению. Но это не значит, что я изменю свое решение. Тогда, когда я внутренне мотивирована, я знаю, что есть я, есть мое стремление, есть желание, есть мои компетенции. Я что-то сделал, я проложил усилия для того, чтобы все это создать. И я спрашиваю, хорошо ли это или нет. Но я спрашиваю не для того, чтобы мне дали оценку, а для того, чтобы как-то начать сотрудничать. Если мне категорически скажут, это плохо, ну, там два варианта, уважаю я или не уважаю данного человека, который мне сказал. Если не уважаю, я скажу, мне не интересует твое мнение, тебе всегда плохо. Если я уважаю, то я, может быть, спрашиваю, а почему плохо? Может быть. А может быть, скажут, знаешь, мне вот сейчас не очень приятно, что вот ты так резко реагируешь. То есть там будет возможен уже диалог. Вот самое важное, что будет возможен диалог. То есть отношение к мнению, к обратной связи должно быть, вырабатываться, по крайней мере, такое, что если я имею внутреннюю цель, если я это делаю, то я как-то достойна дальше двигаться. И я могу слушать, но могу как бы и не слушать. Это тоже мое право. Это очень важный момент. Так, хорошо, дальше мы двигаемся. Вот это про ту свободу, которая очень-очень-очень большая, как тематика. Что такое свободу? Где? Вчера мне сказали, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Ну, это все правильно, но как бы мы и не рассматриваем. Здесь-то я попыталась просто показать теоретический конструкт, какие предлагают условия теоретики, опять же. Те, кто это все делал на экспериментах, все это записал, посмотрел и выдал, так сказать, нам как вариант для того, чтобы попробовать на себе и сказать, мы имеем право сказать всегда. Это для меня работает, а это для меня не работает. Но, тем не менее, есть уже некие, так сказать, направления или рэперные точки, от которых можно отталкиваться. И любое знание всегда, оно, конечно же, будет или работать, или не работать, но оно, очевидно, будет продвигать всегда. То есть я могу сказать, это не работает, но это вызовет мой интерес, и я начну искать, а что же для меня еще будет дополнительно работать и двигаться дальше в этом направлении. Но это само по себе меня мотивирует. Если бы мне ничего не сказали, ну, я бы сидел, да, вот какая-то появилась информация, от нее я уже могу оттолкнуться и принять к сведению, либо согласиться, либо не согласиться, и двигаться дальше. Да? Аня, ну все-таки как определиться для себя, какая мотивация подходит мне на тебе? То есть мы к нам от других людей, или, например, собственно, положительно там наградить себя, если ты там что-то, 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 что-то. Или все-таки отталкиваться от других людей? Ну вот как вы себе отвечаете на этот вопрос? Ну, конечно, если я достаточно человек, то я больше отталкиваюсь с волнением. Действительно, чтобы не говорить, я сначала прежде сам с вами достижения, а позже уже какие-то другие. Ну вот вы правильно совершенно мыслите в этом направлении. Все-таки вы отталкиваетесь от себя, а дальше вы уже вступаете в диалог, да, если вам это нужно. Иной раз это совсем не нужно, иной раз, если для вас это очевидно и убедительно, вам даже в диалог не надо вступать, потому что вы точно знаете, вот точно знаете. Вы правильно для этого? Для кого? Для кого? Мы же говорим о вас, правильно? Ну да. Это ваше решение, это ваше ответ. Для кого правильно? Вы не можете быть правильной для всех. Ну хорошо, для пяти человек вы, допустим, сможете. А появится еще кто-то и опять скажет, что это не так. Еще кто-то и опять скажет, а тогда что? Что-то доделать, тогда просто разорветесь и будете всю жизнь делать то, что нравится кому-то, кому-то другому. Обязательно только от себя. Только от себя. Это самое основное. Когда мы знаем, чувствуем, ну понятно, что здесь разумные пределы, понятно, что давайте здравыми-то быть, да, что есть общество. Правда ли это, что у мужчин больше положительная мотивация, значит, отрицательная. То есть, например, как девушка, может быть, грубо, такой пример, да, я не буду есть, потому что я стану там толстой, да, а у мужчин наоборот, что им нужна положительная мотивация. Вот правда ли это? Я вам не могу сказать вот так вот правда или нет на том основании, что что-то, что есть правда вообще-то, понимаете. Есть разные точки зрения и все. Разные теории. Вот я вам сегодня почему рассказываю, что вот у одного такая теория, у другого такая теория, у третьего сейчас я еще про третьего расскажу еще представителя позитивной психологии. У него другое понимание. И я могу выбирать для себя то, что мне близко. Вот критерий, да, идти и двигаться. Если мне что-то не нравится, я могу как-то обсуждать, что-то говорить. Совсем не нравится. Я говорю, спасибо вам, дорогие друзья, мне вот здесь вот некомфортно, пойду искать что-то другое. Иду искать что-то другое. И, безусловно, я найду это. Я ответила на ваш вопрос? Ну, хорошо, спасибо. Тогда двигаемся дальше. Так, это компетентность, и еще дальше двигаемся. Это связь с близкими окружающими. И вот третий представитель, про которого я хотела бы сегодня сказать, это Чиксин Май Чиксин, Михай. Это американский психолог, который изучает всю свою профессиональную жизнь. Он изучает творческих людей. Ну, где-то подобно Маслоу он именно как бы встречается с ними, задает им вопросы, анкетирует. И на этом основании выстраивает свою концепцию. Я думаю, кто-то из вас наверняка читал или слышал о таком произведении «Поток». Вот у него есть такая книга «Поток». Кто-нибудь слышал? Нет. Ну, я вам рекомендую посмотреть, поискать. Он как раз там выписывает, что такое поток. Это некое состояние. То есть, ну, вот внутренняя мотивация – это есть поток. То есть, это какое-то состояние, в которое попадает человек и достаточно быстро движется к своей цели. И вот он, вот это состояние потоковое, он его изучал. И он выяснил, что необходимые составляющие для этого, обязательные составляющие – это радостная поглощенность действий. То есть, грубо выражаясь, если вам что-то нравится, то вы вовлечены, и вы не будете уже… Ну, вы же знаете такие про себя моменты, да, когда вы что-то делали, вы настолько увлечены, вы ничего не замечаете. И эта вовлеченность, она всегда связана вот с этим радостным состоянием организма, да. Вот организмические вот эти вещи, про которые мы говорили, вот эти спонтанные движения. Ну, потому что физиология, да, в основе физиологии. Когда мы радостны, когда мы хотим, нам нравится, что мы делаем, мы испытываем вот этот интерес, вот это возбуждение, как дети. Когда интересно, они прямо вот такие вот возбужденные. И мы очень хорошо продвигаемся. И обязательно наличие интереса. То есть, если вам интересно, это первое составляющее, вы начинаете двигаться. Соответственно, это потоковое состояние еще характеризуется таким моментом, что человек чувствует здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас, мне интересно. Не когда-то там, не когда-то там, да. Вот здесь и сейчас. То есть, это особое состояние времени, когда нет ни конца, ни начала. И очень классно все это движется, но движется именно здесь и сейчас. Потому что очень часто люди живут, я тоже думаю, что вы знаете, да, людей, которые бесконечно приходят и говорят, ну вот, вчера было лучше, вчера у меня было то, вот 10 лет назад, вот так вот. А вообще в Советском Союзе было, а вообще тогда было, а вот сейчас. То есть, люди, которые живут все время, все время каким-то прошлым, они никогда не находятся в настоящем. Вот некая такая зацикленность. Также есть люди, которые живут только в будущем. Например, некое событие, вот я вчера говорила, что я сама относилась к таким людям, когда какой-то экзамен должен был быть через там 3 месяца, и я начинала судорожно жить этим экзаменом, да. То есть, меня уже не интересовало ничего, вот экзамен, вот экзамен. И, естественно, это уже состояние прострации, когда нет невнимательности, рассеянность какая-то, состояние истощения. Потому что то, что сейчас, не видится, не слышится, не понимается. А все время думать, а как тогда, как, как, ой, как будет, ой, как будет. И это тоже не настоящая жизнь. Это, ну, как бы неправильное, нехорошее состояние. А для внутренней мотивации необходимо вот то, что сейчас, прямо вот быть в реалиях. Вот это самая необходимая вещь. И она очень помогает, помогает как бы от иллюзии избавляться, да, вот видеть, что, ну да, вот так, вот есть хорошее, есть плохое, но вот это то, что есть, то, что есть сейчас. И позволяет, соответственно, двигаться и не разочаровываться. Потому что если человек видит и учитывает все свои данности, которые у него есть, ему интересно то, что он делает, он радостно вовлечен в это, он творит, то, понятное дело, что он будет меньше разочаровываться. Это однозначно, у него будет позитив, у него будет настрой, и у него будет получаться. Когда у него будет получаться, он будет этим мотивироваться и двигаться дальше. Так, хорошо. Ну, соответственно, гармония, это все понятно. Вот потоковое состояние, да, вот оно выяснено. И он создал такую некую схему движения к потоковому состоянию, когда все получается. Вот когда у нас апатия, это означает, у него две оси координат, нижняя – это навыки, а верхняя – это сложность или цели. Вот когда у нас апатия, это значит, что у нас нет цели, мы не знаем, что мы делаем, какое-то дело. И у нас совершенно нет никаких навыков, мы еще и не умеем, мы не знаем, как к нему подступиться. Мы находимся в состоянии апатии. Чтобы сдвинуться из этого состояния, необходимо либо там выучить тот предмет, ну, хотя бы посмотреть, подготовиться. Если мы подготовимся к нему, то мы перейдем в состояние скуки, когда цели не будет, то есть меня не греет. «Зачем мне нужно готовить этот мерид?» Ну да, я чуть-чуть подготовился, но мне неинтересно, у меня нет цели. Если опять идти в сторону увеличения навыков, появится расслабление. Наверное, тоже вам знакомо, когда вы все можете, все умеете, но вам незачем это. И наступает такое расслабленное состояние. Я даже видела такого тренера, который презентовал вот эту схему, бизнес-тренер. И он сидел, он был такой расслабленный. Он встал со стула только там через какой-то… Он все умеет, он и это знает, и это… Но ему так все это пофиг. И это прямо вот читалось в глазах. И было очень сильным контрастом к тому, собственно говоря, к чему он вел. А сам для себя он как-то не решил. Не заинтересован он был тем процессом, который он производил. Не было в нем живости, не было интереса. И, соответственно, тогда и со стороны это не рождало какой-то веры. Это было как-то ни о чем. Так, соответственно, дальше там вот контроль. То есть понятно, да, если увеличивать цели, вот вы сложное задание себе даете, сложное задание, усложняете его, но не увеличиваете навыки, тогда вы пойдете перейдете в беспокойство. Когда, ой, мне надо сдавать экзамен, а я не знаю, да. И растет вот это беспокойство, приближается экзамен, а вы не знаете, опять не знаете, до сих пор не знаете, и уже появляется страх. Я думаю, вы тоже это все испытывали. И тогда единственная возможность избавиться от беспокойства и страха – это все-таки что-то там поучить, сесть, все-таки как-то к этому подготовиться. И тогда эта тревога спадет. Собственно говоря, все достаточно просто. И если достаточное количество навыков, достаточно цели, да, то есть мне это нужно, то появляются вот такие состояния, как активность, контроль. Если человек понимает, что он делает для него это ценно, он умеет это делать, у него есть навыки, он уже становится активен, потому что, а что ему стоять, тормозиться, он же знает, как, он умеет, как, и ему это интересно, он начинает двигаться. И, соответственно, он может контролировать все, что он делает, потому что у него достаточно навыков. И тогда вот появляется такое состояние, как поток, такое прорывное состояние, которое очень резко двигает тебя к твоей цели. Ну, соответственно, если ты испытываешь радость в конце, то это опять тебя мотивирует, и так далее ты двигаешься дальше к своим целям. Так, хорошо. Дальше. Ну, вот это состояние, которое мы, как бы отсутствие живости, это плата за цивилизацию, да, вот это состояние, детское состояние, состояние радости, состояние спонтанности, дурашливости. И это, в общем-то, то, чего не хватается сейчас человечества, вот этого состояния. Хорошо. Дальше тогда. Ну, вот любимый совет психологов. Если он надоело все, попробуйте себя чем-то другим развлечь. Дальше следующее. А именно слушайте себя, идите за своими целями, повышайте свою компетентность. Внутренняя мотивация станет вашим потенциалом. Продолжение следует...